Ну что ж, чуть-чуть о том, что мы планируем выпустить и чем вас порадовать в новинках 16.5. С чем нам предстоит работать в следующем релизе, в следующем полугодии, наверное, в этом году. Мы планируем выпустить три релиза по Bitrix24. И в этом докладе я покажу два, состав из этих двух релизов и два релиза по управлению сайтом. К сожалению, вчера и сегодня мы выключали на небольшой момент, буквально на 10 минут, онлайн-трансляцию, когда рассказывали о первом релизе по Bitrix24. Мы бы хотели рассказать здесь о том, как мы планируем изменить бизнес-стратегию, а не анонсировать это заранее, потому что нам хочется, чтобы это осталось некоторой тайной. Коллеги, подтвердите мне, пожалуйста, что онлайн отключили. Коллеги в онлайне, извините, пожалуйста, буквально через 10 минут мы вернемся и продолжим эту презентацию. И буквально через месяц вы уже узнаете, что, собственно, будет меняться. Жду. Продолжение следует... 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 что будет включать в себя первый релиз, который по нашим расчетам будет где-то в начале марта, то есть прям совсем скоро. Итак, мы планируем доделать нетворк, выпустить нотификации, сделать уникальные ссылки, приоритетный Bitrix24, в котором вы работаете, завершить разработку Network 2.0. У нас появится чат-бот внутри Bitrix24, интеллектуальный, который будет поддерживать общие беседы, разговоры на общие темы, сможет подсказывать, как пользоваться Bitrix24. Он будет доступен внутри каждого портала и для каждого пользователя. Мы будем вместе с одной из сильнейших, наверное, компаний на рынке разрабатывать этот проект и представим вам его в марте. Он появится в первую очередь у партнеров в качестве пилотного экспериментального проекта. И в дальнейшем мы будем, развивая эту тему, учить его помогать людям, помогать им пользоваться продуктом, ставить дополнительные приложения, ну и вообще учиться в дальнейшем понимать инструкции, поставь задачу такому-то человеку, закрой сделку или у меня незакрытые задачи, помогать учить людям пользоваться продуктом и вообще соблюдать дисциплину. Еще одно очень важное изменение. в Bitrix24 появляется свой онлайн-офис. У нас появляется просмотр, редактирование документов, совместная работа с документами, с текстовыми, с электронными таблицами и с презентациями. Не потребуется переход или открытие Google Docs или Microsoft Online. Эти инструменты сохранятся для тех, кто хотел бы ими продолжить пользоваться, но появится дополнительный встроенный редактор. Мы поддерживаем все форматы, и на наш взгляд это очень качественный, интересный редактор. Мы лицензируем продукт компании OnlyOffice, и он будет бесплатно предоставляться для всех клиентов, которые пользуются Bitrix24. Для партнеров отмечу, что при продаже коробки будет возможность поставить коробку клиентам, то есть чтобы онлайн-офис находился внутри этой организации. У нее будет отдельная цена, то есть в облаке это будет бесплатно, а для коробки это будет определенный ценник, который мы в дальнейшем опубликуем. Готовая виртуальная машина. Итак, первый релиз. Уже, в общем, достаточно скоро. Изменения бизнес-стратегии, системы приглашений, доработки чатов, нетворк, бот, онлайн-офис, большая доработка по задачам. К сожалению, не было сейчас возможности об этом говорить. Изменения по CRM и интеграция с Office 365 в том числе. Хороший полноценный релиз, который мы рассчитываем запустить в начале года, для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами измененной бизнес-стратегии. Второй релиз, который мы пока называем большим, и он действительно должен получиться большим. Как и по предыдущему формату, к сожалению, здесь я все детально не смогу объяснить, но на некоторых ключевых элементах я бы хотел остановиться. Итак, пока мы этот блок называем коммуникацией 24. Скорее всего, мы найдем ему какое-то новое понятие. Он будет включать в себя открытые линии. Сейчас я об этом немножко расскажу. Обратный звонок, формы запроса, ну и, собственно, чат-бот, автоответчик, который сможет помогать работать. Что такое открытые линии? Мы рассудили таким образом, что пользователям все чаще и все больше хочется общаться с компаниями через мессенджеры. И мы ставим перед собой большую задачу суметь воспользоваться и использовать эту тенденцию и организовать очереди коммуникации между компанией и клиентами через наш мессенджер и в дальнейшем через любые другие, которые откроют API. Мы предполагаем, что так же, как открытые или закрытые чаты, вы сможете создать открытую линию, у нее будет свой некоторый адрес и указать тех людей, которые, как в телефоне, смогут обрабатывать запросы, поступающие по этой линии. Каким образом можно будет писать? Будет лайв-чат на сайтах, можно будет через JavaScript его поставить, который будет открываться таким образом. Либо при переходах на ссылку вы сможете или ваши клиенты смогут написать сообщение. Будет, собственно, форма обратного звонка, мы чуть-чуть об этом поговорим, и форма отправит запрос, такой коммуникационный блок. Мы предполагаем организовать открытые линии по принципу очереди, так же, как это работает с телефонией. Приходит сообщение, и в зависимости от того, сколько человек назначено отвечать, сообщение маршрутизируется пользователям, которые отвечают. Время на ответ, время в ожидании, время в очереди, очень похожие параметры. Сейчас нет возможности детально рассказать. Увидев сообщение, пользователь в том же мессенджере, сидя внутри портала, сообщение, например, написано на чате, а он будет работать внутри своего портала. Он может просмотреть это сообщение, либо ответить, либо вернуть его в очередь, либо назначить кому бы то ни было. Мы предполагаем, что в этом варианте сможем организовать очень простой диалог между пользователями и гостями, либо авторизованными, либо нет. Вы просто отвечаете, общаетесь как же, как в мессенджере. Типовые ответы, когда вы любой ответ и любое сообщение сделали типовыми. Типовые ответы для упрощения работы, формы, которые позволили бы автоматизировать интеграцию CRM и данные. И, кстати, все результаты коммуникаций будут оказываться в CRM, в сделке, в лиде, если это представляет ценность. Вам достаточно будет отметить CRM и соответствующим образом попасть. И в перспективе мы даже планируем, что там появится либо бот, либо автоответчик, который будет очень быстро подтверждать сеанс, говорит, да, окей, здравствуйте. И когда он поймет, что он уже не может на своем уровне ответить, он будет маршрутизировать сообщение в очередь. Вообще коммуникационный блок, сейчас я, наверное, отмечу важный момент, чуть-чуть с вашего разрешения лесну, вот сюда. Есть сегодня тенденция, что мессенджеры планируют открыть API. Телеграм уже открыл, Facebook заявил, WhatsApp говорит, что они будут планировать, Viber планирует открывать API, Skype планирует открывать API. Мы предполагаем, что в эту систему обработки очереди мы сможем подключать самые разные мессенджеры. То есть можно будет, например, подключить WhatsApp мессенджер к очереди, настроить параметры, кто занимается обработкой, интегрировать CRM, организовать очередь маршрутизацию, работу с историей и так далее. Это очень перспективное, на наш взгляд, направление, мы будем в нем активно развиваться. Итак, веб-формы. Развивая эту тематику, мы планируем сделать простой визуальный конструктор веб-форм, который позволит ее создать, использовать JavaScript, разместить либо на любом сайте, либо получить публичную ссылку на веб-форму, отправлять ее, и все данные из этой веб-формы будут автоматически попадать в CRM, в лиды, в сделки и заводиться в соответствующие поля, если их там нет. Поэтому сценарий работы с формами станет значительно проще. Существенные изменения ожидают по задачам. Мы планируем выпустить загрузку персонала и ресурсный учет. Загрузка персонала, собственно, графики, по большому счету, гант перевернутый, уже не по задачам, а по людям. Мы предполагаем поработать над этой темой. Ну и тема мультиканальных коммуникаций в CRM развивается. То есть мы рассчитываем объединить внутри CRM самые разные источники. Телефонию, интернет-магазин, веб-формы, данные из 1С, из оффлайновых торговых точек, из разных ERP-систем, из личного визита. Про email я еще несколько скажу. Из открытых линий, как способа коммуникации, либо из других мессенджеров, которые могут быть к нему подключены. Network 2.0, API, который легко можно будет закидывать, и в том числе из лендингов. То есть возможно в перспективе просто из лендингов все данные будут автоматически попадать в CRM. Что мы хотим с email скорректировать в этом большом релизе? Мы планируем выпустить решение, в котором каждый, у нас сегодня один email подключается на всю CRM. Мы хотим, чтобы каждый сотрудник мог подключить свой email по email. Мы будем автоматически забирать его входящие сообщения, размещать по лидам, либо по сделкам, и исходящие сообщения прикреплять к тем сделкам данным, которые были созданы, сформированы и так далее. В общем, у нас уже прототипное решение есть. Мы уверены, что эту часть мы выпустим. Появится портрет клиента в CRM, в котором легко будет увидеть, как с этим клиентом вы общаетесь, через мессенджеры, через телефонию, через самые разные источники. Учитывая, что мы планируем все свести в одном профиле, это позволит понимать, как вообще выглядит коммуникация не только с конкретным клиентом, но и в целом в компании. То есть какие источники у вас работают лучше. Таким образом мы развиваем мультиканальную CRM. Еще одно интересное решение, которое ожидает Bitrix24, это оплата счетов онлайн. Оплата счетов онлайн. Собственно, сегодня счет мы берем PDF и отправляем. Но можно будет получить ссылку, либо прямо отправить письмом. Пользователь переходит на ссылку на сайте, и он может не только скачать, распечатать, но он сможет оплатить. И мы подключать, планируем Яндекс.Кассу, подключать, планируем PayPal, Google Wallet, ряд других платежных систем. Это все позволит. Большинство платежей, там есть некоторые лимиты, в России в частности, на западе этих лимитов меньше, но в целом позволит значительно упростить продажу. Причем, когда пользователь оплатил, данные автоматически будут отмечаться в сделке, она будет оплачена, это будет работать. Ну и мы планируем развивать интеграцию с банками, чтобы можно было не только в онлайне платить, но и выставить безналичные счета. Сейчас активно эту тему развивает Альфа-банк, Сбербанк, и мы планируем опять же использовать, и самое главное, чтобы статус оплаты также автоматически попадал внутрь CRM. Расширение сегментов CRM. Один из больших блоков, которым мы серьезно хотим заняться, это услуги в сервисных компаниях. И здесь, конечно, появление, вся цепочка от сделки, задача, сделка, появление актов и появление, выставление счета и оплата счета в онлайн, либо по безналу. Одним словом, цепочку нам хочется закрыть. 10 минут. Услуги товаров и услуг CRM. В управлении сайтом у нас есть складской учет. Им вы там пользуетесь. Мы не уверены, вернее уверены, что мы не вытащим его сразу в Bitrix24. Но мы начнем этот процесс, который займет, наверное, там год, и мы будем потихонечку, складской учет будет появляться в простых решениях на уровне, как он сделан в управлении сайтом, будет появляться в Bitrix24. Большие изменения ждут поиск. Это то, что мы запланировали для упрощения и ускорения поиска информации внутри Bitrix24. Продолжится развитие Network 2.0, посты, опросы, благодарности, задачи между порталами. Мы планируем выпустить Bitrix24 Enterprise, который будет построен по структуре единой интеграционной шины, когда в каждом рефилиале мы рекомендуем компаниям ставить отдельные копии Bitrix24, и они взаимодействуют между собой, так же, как у нас построен наш нетворк. Единый мессенджер, задачи и сообщения между порталами. Хотелось бы завершить это решение, оно вызывает очень много интереса со стороны клиентов. Так выглядит второй релиз Bitrix24. Релиз большой. Управление сайтом 16.5. Состав опять же у нас большой. К сожалению, времени не так много, но затянуло я чуть-чуть. Давайте попробуем на главных моментах. Итак, интеграция с блоком коммуникаций 24 из Bitrix24. Live chat, обратная форма звонка и звонок. Форма обращения сайта. Все с интеграцией вместе с сайтом и с параметрами, где как показывать. Звонок сайта с интеграцией с CRM и с интеграцией с телефонией. Интеграция с веб-формами, которые будут в Bitrix24. Вообще большинство клиентов говорят, что нам нужна веб-форма на сайте для того, чтобы она оказалась в CRM. Это основная цель, для чего они вообще какую-то форму регистрации делают. И кажется, что нужно интегрировать эти два процесса, сделать их удобными. Обзвон клиентов телефонией Bitrix24 в интернет-магазине для того, чтобы упростить. Обновится виртуальная машина и самое главное появится поддержка PHP 7.0, который стал существенно быстрее, чем предыдущий. Как сказал вчера Вадим Думбровану, в наших попугаях это больше, чем два с половиной раза. Это существенное прибавление для всех нас. Я здесь не имел возможности рассказать, но хочу обратить внимание на огромный блок по e-commerce, который будет в релизе управления сайтом. Доработки с Яндекс.Маркетами, привязка свойств к разделам, развитие high load блоков, развитие торговых предложений, контекстная реклама, управление маркетинговыми акциями, поддержка СКУ в мобильной версии, упрощенная кастомизация трех основных компонентов, третий этап холдинговой структуры, многовалютные продажи, целый ряд других вещей, которые связаны с интернет-торговлей. Обновится Bittrex Mobile 3.5, все станет больше натива и более нативных элементов для того, чтобы увеличить скорость интерактив. Важный момент. Мы планируем отказаться от поддержки Oracle MS SQL. Коллеги, этот вопрос очень дискуссионный, сейчас его нет возможности детально обсуждать. Есть контактная персона Артюр Ребенков, и я очень бы хотел обсудить с вами, если у вас есть мнение. Киваете нет или да? Нет. Подходите, пожалуйста, после доклада, я очень бы хотел пообсуждать. Итак, три релиза по Bittrex 24, два релиза, это в целом в году. Первый релиз, я уже сказал, в начале марта, релиз B24 и управление сайтом, предположительно, конец мая, для того, чтобы, середина конец мая, для того, чтобы представить вам полный функционал. Изменение цен на продукты. Инфляция этого года где-то 12%, и мы бы хотели скорректировать ценовую политику на небольшие параметры, но в целом провести корректировки цен. По управлению сайтом изменение цен предлагаемое. В среднем получается 8%, но мы впервые решили чуть-чуть подтянуть старт, он увеличится, мы планируем, на 10%. По остальным редакциям 7, 9, 10, ну какие-то другие величины. Enterprise, мы считаем, что сейчас нормальная ценовая категория, и по Enterprise цена не меняется. Изменения не очень большие, но в целом, как бы давая сигнал, мы и говорим вам, что нам кажется, что и вам нужно корректировать ценовую политику где-то в районе 10%, для того, чтобы оставаться в экономике. Потому что расходы, офисы, полиграфии, масса других вещей потихонечку индексируются. Большинство предпринимателей на рынке корректируют свои цены для того, чтобы оставаться в экономике. Лучше делать понемногу, чем потом одним большим блоком. Итак, по управлению, по Bittrex 24, по коробке, мы также предлагаем изменения ценовой политики где-то в районе 10% по редакциям. И, наверное, впервые мы готовы попробовать подкорректировать цены на Bittrex 24. Мы понимаем, насколько это аккуратно и ответственно необходимо делать. И в этом вопросе мы выбрали следующую политику. Проект бесплатно, цена не меняется. Кстати, тут насколько ты не подними, все равно будут тысячи процентов. Но мы не планируем корректировать или менять эту ценовую политику. И, как вы поняли из нашей стратегии, предполагаем даже усугубить. Проект плюс. Цена 990 рублей не меняется. А вот команду и компанию мы посчитали возможным скорректировать на 10%. Это не очень существенные изменения. Причем нам кажется, что с точки зрения клиентов очень важно, чтобы и они, и мы понимали, что, в общем, корректировка возможна в дальнейшем, но она всегда будет предсказуема. Она никогда не будет какой-то резкой и никогда не будет связана с курсами валют. Она в первую очередь будет связана с экономикой и себестоимостью. Четыре года мы не корректировали цены, помещались в ценовые политики, повышали эффективность внутренних процессов. Очень важно для Bitrix24. Цены на годовые тарифы не поменяются. То есть при оплате за год клиент сможет заплатить столько же. Это значит, что скидка на годовой увеличится. Мы хотим стимулировать и для вас, и для клиентов, чтобы им был резон купить сразу целиком больше. То есть вот эта скидка должна увеличиться. Еще один момент. У нас же появилось автосписание по карточкам. То есть когда клиент указывает карту частного или юридического лица и раз в месяц автоматика списывает. Надо сказать, что это очень удобно для компании, для клиентов, но в этом смысле нет возможности корректировать цены. Автосписание же уже запущено. Нам кажется, что будет правильно, если клиент указывает карточку, а он у вас, например, партнер, аффилиат, и у вас идет там начисление, то цена для него не меняется в течение срока действия этой карты. То есть пока происходит автосписание. Если ему заново нужно оплачивать, тогда он уже оплачивает по новой ценовой политике. Вообще предполагали бы сделать все изменения с 1 марта, что позволит нам всем с вами поработать в феврале по новой ценовой политике, по изменению, сделать продажи, так как мы делали с вами в предыдущий год, собственно, реализовать, поработать на растущей цене и, как это говорит, закупиться. Но в целом нам кажется, это очень такое аккуратное, адекватное изменение цены. Пожалуйста, сегодня у нас будет митинг по этой, поинты, мы будем обсуждать много разных вопросов. Ко мне и к Сергею, пожалуйста, подходите. Очень бы хотелось знать ваши мнения и корректировки, ну и вообще согласовать все позиции. Итак, ну вот, собственно, в завершение уже, у меня как раз есть время потом еще на вопросы. На столь быстро меняющемся рынке мы считаем, что вообще очень важно строить адекватные и очень понятные коммуникации внутри компании. Вы должны понимать, что происходит на рынке, правильно оценивать этот рынок, правильно понимать его или стадию, или изменения, и изменять свою компанию параллельно как бы с быстро изменяющимся рынком. Вы должны относиться к ней как предприниматель. Одна из важнейших задач для нас это увеличение маркетинговой активности. И мы ее видим и в изменении целого ряда инструментов. Сегодня Светлана будет рассказывать про наш, ну, наверное, очень важный проект и вообще про наш опыт, подход к построению нового уровня коммуникаций с клиентами. Мы планируем изменение бизнес-стратегии, что также приведет к изменению видимости и узнаваемости продукта. Планируем целый ряд масштабных рекламных компаний. Мы планируем расширение производства, увеличение штата внутри компании именно по производству, и считаем, что важно обеспечивать рост производства по продуктам. И вот мы с вами вчера обсуждали уменьшение вот этого разрыва между релизом и между обновлениями для того, чтобы скорректировать и точно попадать, ну, собственно, в заявленное окно и в своевременнее выпускать, потому что для нас это тоже это опросто, с которым мы последовательно хотим справиться. Мы ставим себе задачу увеличения рыночной доли для один из Bittrex управления сайтом. И, собственно, для Bittrex 24 это освоение новых сегментов рынка. Увеличение среднего пользователя на портале за счет изменения бизнес-стратегии, привлечение новых категорий и за счет появления нового функционала в продукте, создание новых качеств, с которыми вы сможете легче приходить к клиенту. На самом деле уже на сегодняшний момент Bittrex 24 уникальный продукт на рынке. Вы очень много всего показываете, даете отличное предложение клиенту, хорошо масштабируетесь от одного и до другого, и это, в общем, растущий рынок. Это прекрасный инструмент, с которым можно расширяться и строить дополнительные направления. Собственно, у меня все. По этим докладам я готов ответить на ваши вопросы. Я вижу много рук. Коллеги, если можно, побыстрее предоставляйте микрофоны, Сергей, чтобы у нас побольше вопросов удалось задать. Если можно, представляйте, спрашивайте. Ахтем Водомир, компания Рудизайн. А когда планируется повышение цен на управление сайтом? Bittrex 24 с марта? 1 марта. А, тоже 1 марта. Все, спасибо. Пеланируем с 1 марта. Пожалуйста. Да, компания Совбаланс, Василий Карпук. Цены на продление, льготное продление, они тоже повышаются, да? Да. Ну, мы просто не смогли всю планку представить, да. Я думаю, Сергей Кулешов сделает расчеты, представит общую политику. Но порядок, скорее всего, будет не выше 10. То есть мы на самом деле и в прошлый год, и сейчас считаем, что нужно всегда идти чуть ниже инфляции для того, чтобы в целом увеличивать внутреннюю эффективность. Ну, не только за счет роста цен жить, а, в общем, правильно корректировать цены. Пожалуйста, вопросы. Все, вопрос закончил. Ты уже ответил, я так понимаю. Еще вопросы? Пожалуйста, вопросы. Удивительно. 59 минут. Я успел. Пока у меня нет вопросов. Вопросы в онлайне есть? Коллеги, давайте напомним, что вы можете задавать вопросы в онлайне в специальной форме. Пожалуйста. Да, пока не получаю. Константин Верховинский, Airtop, Нижний Новгород. Вот, я, конечно, ничего не хочу такого сказать, но создается впечатление, что вы уделяете мало внимания самой CMS Bittrex. Не соглашусь. Внимание уделяете Bittrex 24. В рамках презентации я не смог детально вам показать весь e-commerce блок. Вы вчера же были на предыдущем, на вчерашнем дня, нет? Ну вот, в первую очередь, потому что вот этот весь e-commerce блок, это очень много детальных моментов про проработки тех вопросов, которые возникают с интернет-магазинами и с целым рядом других вещей. Но они очень такие детальные, они требуют очень многих слайдов и показа. И в рамках бизнесового дня у меня не получается сделать эту презентацию. Ну, то есть как бы подробнее. Я большие блоки показал, а эту возможность сейчас презентовать не было. Пожалуйста. Добрый день. Фатыхов, Дмитрий. Факт, Магнитогорск. А насколько Bittrex управление сайтом успешно развивается на зарубежных рынках, ну, на западных? И стоит ли здесь активности ожидать от Bittrex, чтобы в последующем, может быть, российские разработчики были востребованы на западных рынках? Начиная с 2014 года управление сайтом мы сняли с продажи с западных рынков. На сегодняшний момент мы недолокализовываем продукт, мы остановили локализацию его на разные языки и сконцентрировались исключительно на Bittrex 24. В первую очередь, потому что нам кажется, что западные рынки уже достаточно зрелые. Он неплохо рос, но с точки зрения базы это получалось достаточно медленно. Bittrex 24 растет там значительно быстрее, очень перспективно. И в целом мы выбрали такую стратегию. То есть мы готовы вам предоставлять продуктам, но мы не сможем вам его предлокализовать до конца и сделать какую-то системную документацию. Я бы сказал, что этот рынок, наверное, все-таки сложный, также сложный на западе, а есть более легкий рынок по Bittrex 24. И вот ряд партнеров иногда занимаются… Очень часто Латинская Америка звучала. Давайте последний вопрос. Бодрош Фансон, компания ProMIT. Вопрос по бухучету. Планируется ли связь с моим делом, Эльбой, чтобы счета как-то синхронизировать с моим делом, чтобы они не дублировались, и платежки можно было понимать, что куда пошло. Пока не обсуждали, попробуйте поговорить с Юрой Волошиным. Вообще мы активно занимаемся развитием темы интеграции с 1С и с фрешем. Но поговорите с Юрой Волошиным насчет такой интеграции. Продолжение следует...